Любительской футбольной лиги России в 2020 году исполняется 25 лет. Четверть века идейные вдохновители и организаторы LFL России собирают под своими знаменами футбольные команды со всей страны. За это время организация достигла больших успехов и показателей. О турнире говорят федеральные каналы, а также чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. У прославленного бойца есть своя команда в LFL. Сегодня на сайте LFL.ru зарегистрировано 7380 лиг, более 90 тысяч команд и 660 тысяч футболистов. А сам сайт за 2018 год посетило более 5 миллионов уникальных пользователей. В турнирах LFL России принимают участие олимпийские чемпионы и бойцы UFC, прославленные в прошлом футболисты Алексей Смертин, Александр Мостовой, Роман Широков, Александр Тихонов и многие другие. В 2015 году в LFL свою форму поддерживал двукратный чемпион АПЛ в составе Манчестер-Сити Александр Зинченко. В одном из матчей Премьер-лиги он посвятил забитый мяч своим LFL-овским одноклубникам. На протяжении 18 лет лучшие команды со всей страны съезжаются вместе, чтобы определить чемпиона LFL России. А 4 года назад мы вышли за границы нашей страны и ежегодно проводим самый масштабный в мире клубный турнир по футболу 8 на 8 – континентальную футбольную лигу, в которой принимают участие несколько десятков команд из 25 стран мира. География турнира охватывает Испанию, Италию, Бразилию, Индию, Казахстан, страны Восточной Европы и многие другие. Одна из ключевых причин успеха любительского футбола – развитая медийная составляющая. Качество прямых трансляций матчей уже превосходит уровень трансляций в ФНЛ и ПФЛ. Матчи континентальной футбольной лиги комментируют Владимир Стагниенко, Константин Гевич, Василий Уткин. Аккаунт LFL Дагестана, входящий в систему LFL России, цитируется самыми крупными пабликами мира, такими как 4-3-3, который насчитывает более 20 миллионов подписчиков. Нашими партнерами являются самые авторитетные организации в своих отраслях. Вместе с Российским футбольным союзом мы проводим чемпионат России по футболу в формате 8 на 8. Adidas является техническим спонсором LFL, а сотрудничество с Международной федерацией мини-футбола позволяет нам делегировать команды на чемпионаты мира и Европы среди сборных и клубов. В 2016 году россияне стали чемпионами Европы в формате 8 на 8, а через год выиграли чемпионаты мира и Европы в формате 7 на 7 и 6 на 6. В 2019 году россияне выиграли чемпионат мира в формате 7 на 7 среди национальных сборных и клубов. Стремительное развитие LFL России стало возможным благодаря сильной команде организаторов. Рамазан Газиев, имея богатый опыт работы в российской премьер-лиге, поднял качество организации LFL на самый высокий уровень. Под руководством Дмитрия Смирнова сборная России по футболу 8 на 8 стала одной из сильнейших сборных на планете. В отличие от классической игры в 11 на 11, LFL проходит в формате 8 на 8. Это самый динамичный, яркий и захватывающий футбол. В этом формате размер поля составляет 70 метров в длину и 40 метров в ширину. Он не похож на перекатывание в мини-футболе, и в нем происходит больше ярких событий, чем на большом поле, где порой вся игра может пройти в вязкой борьбе в центре площадки. В формате 8 на 8 могут играть все – молодые и взрослые, начинающие футболисты и звездные ветераны. Он не требует колоссальной физической подготовки от футболистов и больших стадионов для организаторов. Поэтому футбол 8 на 8 так популярен во всей стране. Многие предприниматели реализуют свои мечты, создавая футбольные команды и участвуя на профессиональном уровне без больших затрат. Любительская футбольная лига России представлена уже в 22 городах – от Калининграда до Владивостока. И прямо сейчас мы поставили цель открыть представительство в каждом городе России и объединить всю страну в единую систему соревнований. Если ты любишь футбол, амбициозен, хочешь стать частью огромного спортивного сообщества и зарабатывать на этом, mucho трудно. Игралиfront. Продолжение следует...